В прошлом году Раменский район вошел в число четырех подмосковных муниципалитетов, где реализовывается пилотный проект «Доступная среда». Цель проекта – войти в пятерку лучших регионов по созданию доступной среды для инвалидов. В Раменском районе более 19 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Задача – проложить удобные маршруты к таким важным объектам, как больница, учебные заведения, библиотека и другие. В рамках данного проекта создаются маршруты к наиболее востребованным объектам, которые должны быть доступны для инвалидов. Как и сам маршрут, движение тоже должен быть доступен и удобен. В первую очередь для инвалидов – колясочников, опорников, тотально слепых граждан. В рамках концепции доступного пространства для инвалидов будут утверждены и реализованы следующие стандарты. Доступный подъезд, удобный двор, доступные дороги, доступный транспорт. Более 80 тысяч граждан района являются получателями мер социальной поддержки. В 2016 году все выплаты произведены в полном объеме, отмечает Елена Костина. Раменским отделением социальной защиты также осуществляются выплаты почетным донорам, женам погибших военнослужащих, гражданам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС. Уважаемые депутаты, в 2016 году мы торжественно отмечали дорогие для нашего народа даты воинской славы – 71-го годовщину победы Великой Отечественной войны и 75 лет со дня начала контрнаступления советских войск под Москвой. В соответствии с постановлениями правительства Московской области 4300 ветеранов Великой Отечественной войны жителей Раменского района получили единовременную материальную помощь к этим датам на общую сумму 22,5 миллиона рублей. Совместно с представителями администрации городских и сельских поселений в прошлом году было успешно организовано честование долгожителей района. Эта работа продолжится и в наступившем году, отмечает Елена Леонтьевна. В 2017 году столетний юбилей отметят 4 человека. В 2016 году для 376 ветеранов были организованы поздравления с вручением личного поздравления с юбилеем от президента Российской Федерации, губернатора Московской области. В рамках реализации одного из главных приоритетов в социальной сфере – заботы о детях и семье в Московской области – установлен ряд мер их социальной поддержки. Это ежемесячные детские пособия, единовременные выплаты при рождении детей, ежемесячные пособия детям-инвалидам, выплаты неработающим мамам по уходу за ребенком до полутора лет. В 2016 году данные выплаты перечислены более 5000 семьям на общую сумму более 236 миллионов рублей. Особое внимание со стороны социальной защиты населения уделяется многодетным семьям. Их в Раменском районе немало – 1910 семей. Наряду с компенсацией по оплате коммунальных услуг многодетным семьям предоставляются ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей, бесплатный проезд на транспорте, бесплатные путевки на оздоровление детей. В Министерстве социального развития проводится ежемесячный мониторинг реализации областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям Московской области. Основная задача, по словам Елены Костиной, организовать отдых детей из многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Путевки в 2016 году в оздоровительные лагеря получили 390 детей. В 2016 году продолжилась реализация регионального материнского капитала в размере 100 тысяч рублей. 769 семей уже определились, на какие цели они его потратят. Это в основном улучшение жилищных условий. Всего сумма выплат составила более 61 миллиона рублей. Всего же с 2011 года получили сертификат на региональный материнский капитал 7086 мам. В завершении доклада Елена Леонтьевна поблагодарила за плодотворное сотрудничество все организации социального блока, а также другие ведомства, особенно МФЦ. Екатерина Алфимова, Сергей Григорьев, Андрей Милентьев для программы «Городские вести». Субтитры создавал DimaTorzok